Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен четкий мотоцикл, а и там в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Казалось бы, что проще сделать новую машину на базе старой? То есть изучить мнение владельцев, изучить историю поломок, а затем создать идеальный автомобиль. Но не все так просто. Давайте сегодня поговорим, почему Renault Captur не стал надёжнее, чем Renault Duster. Первый бюджетный кроссовер Renault Duster получился компромиссным. Да, он просто надёжен, как штыковая лопата. Но и удовольствия от обладания им и езды на нём такие же. Ну, ездит, перевозит, не ломается. Ну и ладно. Спустя 7 лет после дебюта Duster на его же платформе Renault выпустила более изящный, приятный глазу и кончиком пальцев Renault Captur. Это тот же Duster, но здорового человека. В принципе, та же лопата, но с более эргономичным, нарядным черенком и более изящным штыком. Огромный дорожный просвет сочетается с фирменным европейским дизайном марки Renault, а не с мрачным обликом румынской компании Dacia. Интерьер у Captur соответствует вкусам придирчивых горожан. Интересно, слабости у этих двух автомобилей, то есть у Duster и Captur, одинаковые? На этот вопрос мы сегодня и будем отвечать. Итак, встречаем. Renault Captur. Сразу отметим, что несмотря на большой опыт, инженеры компании Renault не смогли запустить в серию автомобиль без детских болезней. Первые владельцы Renault Captur пригоняли к дилеру их в рамках отзывных компаний, а их было штук 10. Так по гарантии менялись заедающий механический блок управления вентиляцией. Также решали вопросы с перетертыми тормозными шлангами. Также меняли трубки кондиционера, а также меняли замок капота и петли капота, и корпус воздушного фильтра. В общем, более настойчивым владельцам удавалось убедить дилера в том, что биение и вибрации на руле это ненормально. В этом случае им меняли по гарантии насос ГУР. Кузов Renault Captur окрашен хорошо. Складывается впечатление, что даже лучше, чем у Duster. Сколы камней, то есть от камней здесь практически не появляются. Но это может говорить о лучшей аэродинамики автомобиля ржавчиной. Эти автомобили пока еще не страдают. Но вот этот хромированный декор может не только тускнеть от воздействия реагентов и вспучиваться, но иногда и покрывается рыжими точками. К фарам Renault Captur только одна претензия. Галогеновый свет тусклой ситуации с освещением улучшилась на версии Xtreme с полностью светодиодной оптикой и на рестайлинговых машинах. Инженеры Renault не пожалели уплотнителей дверей для этого автомобиля, однако с возрастом резиновые ленты начинают некрасиво топорщиться. Во-первых, обгибаются уплотнители на стыке между передними и задними дверями вверху. Во-вторых, закусывают уплотнитель между передними и задними дверями на уровне вот этого хромированного молдинга. Поврежденные уплотнители лучше заменить, то есть поменять их на новые. Нижние уплотнители дверей с их внутренней стороны и также их фиксаторы протирают краску на порогах в районе вот этой вот декоративной накладки. Чтобы избежать этой проблемы, владельцы наклеивают вот сюда бронепленку. Интерьер каптёра по запасу пространства мало чем отличается от Duster. Но интерьер интереснее, меньше эргономических просчетов и меньше старого пластика, который похож на вторсырьё. В общем, интерьер нормальный. Штатная мультимедиа почти не ломается, но всегда тормозит. А вот эти симпатичные дефлекторы иногда перестают открываться, потому что в них ломается тяга. Крышка бардачка может дребезжать, также бардачок может открываться при езде по неровности. Также может скрипеть педаль сцепления, то есть при ее нажатии. Оказалось, что скрипят два концевых выключателя, которые расположены под этой педалью. Базовый 1,6-литровый двигатель имеет японские корни. У него цепной привод ГРМ и нету в приводе клапанов гидрокомпенсаторов. В общем, типичное детище от компании «Ниссан». Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этого мотора, так что обязательно посмотрите. Его самая неприятная особенность – это жор масла. Каждый третий мотор, а то и каждый второй двигатель H4M потребляет пол-литра масла на тысячу километров. Производитель себя застраховал от гарантийных замен, сказав, что нормально есть литр масла на тысячу километров для этого мотора. С годами поршневые кольца у этих двигателей залегает, и масложор от этого усиливается. Старший двигатель для Renault Captur – это двухлитровый атмосферник F4R, который очень хорошо знаком по Duster. Этот двигатель устанавливался на Рено с конца 90-х годов. И удивительно, что за четверть века инженеры Рено не отучили его потеть маслом. Ну, ладно бы, если он только пускал масляные слезы по клапанной крышке, но это не так. При пробегах за 100 тысяч километров черные пятна, прибитые пылью, появляются вокруг клапана, который управляет фазовращателями. В этом случае надо менять уплотнительное колечко. Также такая проблема с сечью масла присутствует и в поддоне. То есть прокладка поддона недостаточно долговечная. Ну, и за сальниками коленвала надо следить. Двигатель F4R сохранил свою фирменную неисправность, пусть и не очень серьезную. Это хрюкающий звук во время работы двигателя. Этот звук похож на кратковременный визг. Звук появляется в клапане системы вентиляции картерных газов. Так вот, эта неприятность происходила в гарантийный период и даже на автомобилях, пробег которых не превышал 5 тысяч километров. Дилеры на многих таких автомобилях поменяли клапан системы вентиляции картерных газов. Это хрюканье не является поломкой, либо же неисправностью. Звук появляется тогда, когда балансирующая мембрана под силой пружины, а также под давлением картерных газов перекрывает отверстие для оттока газов. Кстати, умельцы придумали, как доработать клапан ВКГ, чтобы он не хрюкал. Но главное, не перемудрить с этой доработкой, потому что двигатель начнет почти беспрепятственно всасывать картерные газы и пары масла во впуск. А в целом же с двигателем F4R все хорошо. Меняйте в нем масло каждые 10 тысяч километров, не забывайте про замену ремня ГРМ каждые 90 тысяч километров, либо же раз в 4 года. А если двигатель начнет постукивать, то обратите внимание на единственный фазовращатель. Эта шестерня на сегодняшний день стоит 200 долларов. Обновленный Renault Captur лишился двухлитрового атмосферника. Его заменили на 1,3-литровый турбомотор. Этот двигатель был создан в сотрудничестве с компанией Mercedes. И встречается чаще на старшей Arkano. Пока ничем таким глобальным этот двигатель не болеет. Этот двигатель очень технологичный, с непосредственным впрыском под давлением до 250 бар. У него есть фазовращатели. Также у него турбина с электромеханическим приводом Westgate. Цепь ГРМ у него чуть толще, чем велосипедная. И рабочая температура может достигать 110 градусов. Но и у него любопытная конструкция ГБЦ. Чаще всего владельцы автомобиля с этим мотором жалуются на жор масла. Но это естественно от перепробега масла. Дело в том, что поршневые кольца в этом двигателе не тонкие. И существует четыре отверстия для отвода масла. Так вот, всё это отлично закоксовывается частичками подгоревшего масла. В паре с одной шестилитровым двигателем устанавливается также пятиступенчатая механика. С ней никаких проблем не возникает. А вот с двухлитровым двигателем трудится шестиступенчатая МКПП TL8. Это хорошая трансмиссия. Но на Каптюрах, выпущенных до 2018 года, была проблема с выбиванием задней передачи. И эта проблема решалась заменой шестерни задней передачи. Но всё равно при покупке Каптюра лучше обратить внимание на то, остаётся ли рычаг в положении заднего входа при движении заднего входа. Каптюр с двигателем 1.6, а также обновлённый Каптюр с двигателем 1.3 с турбированным мотором оснащались вариаторами Jatka GF015E. Это очень распространённая трансмиссия. Её заказывал не только Альянс, Рено, Ниссан, но и компании Mitsubishi и Suzuki. Производитель считает, что в этом вариаторе не надо менять масло. Надо менять масло каждые 30 тысяч километров. Там капризный гидроблок и его соленоидорегуляторы очень чувствительны к загрязнению масла. На замену уходит 4 литра специальной жидкости с допусками Nissan NS3 или Mitsubishi J4. Снимается поддон, меняется фильтр грубой очистки, также прокладка поддона сбоку. У этого вариатора также установлен фильтр тонкой очистки. Его тоже надо менять вместе с уплотнительным колечком. Когда гидроблок начинает работать некорректно, то износ вариатора ускоряется. Когда возникают проблемы с регулированием давления, то толкающий ремень проскальзывает и наносит урон конусом и ему. В этом вариаторе слабоват редукционный клапан маслонасоса. Если он начинает подвисать, то тогда вариатор начинает дергаться. Редукционный клапан впоследствии заменили на модернизированный. И еще при неадекватной и жесткой эксплуатации вариатора GF015E может отвалиться шестерня планетарного редуктора, и тогда не будет включаться либо передний, либо задний ход. Вы спросите, откуда в вариаторе планетарный редуктор? Его туда внедрили для расширения передаточных чисел при небольших габаритах вариатора. В общем, если не жалеть денег на обслуживание этого вариатора, то он запросто пройдет 150 тысяч километров до капремонта. Двухлитровые «Каптюры» донашивали архаичный четырехступенчатый автомат под обозначением DP8. Это модернизированный DP0 с угловым редуктором для реализации полного привода. Эта трансмиссия избавилась практически от всех недостатков. Обзавелась радиатором АТФ. Эта трансмиссия способна пройти 250 тысяч километров до капремонта. Но бывали случаи, когда DP8 не выхаживала и 100 тысяч километров. Чтобы продлить его ресурс, надо производить частичную замену АТФ каждые 40 тысяч километров. Все просто. Через сливную пробку сливаем, через верхнюю пробку заливаем. На такую процедуру уходит примерно 3 литра АТФ. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. У нас хорошие новости в Автостронге. Теперь вы можете купить не только БУ, но и новые запчасти. Поэтому обязательно звоните нам, пишите в мессенджеры, заходите на наш сайт и заказывайте. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Под капотом Renault Captur нет никакого уплотнения. То есть вся грязь с осенней и зимней дороги летит прямо под капот. Но в продаже есть подходящие уплотнители, которые можно установить сверху на рамку телевизора. Компания Renault оснастила Captur автозапуском. Его можно настроить через мультимедиа, либо же двигатель можно запустить дистанционно. Для этого на ключ-карте есть специальная кнопка. Так вот, эта функция переставала работать еще в гарантийный период. Дело в том, что здесь есть концевик, который установлен над левой фарой и упор на капоте, резиновый упор на капоте. Так вот, эта резинка изнашивается, размягчается и не нажимает на концевик. После этого функция автозапуска перестает работать. А в данном случае мы видим, что здесь нет этого резинового упора. Так вот, чтобы решить это недоразумение, вариантов очень много. Еще у Captur окисляется плюсовая клемма на стартере. После этого пропадает контакт, и двигатель просто не запускается. Чтобы избежать такой проблемы, надо профилактически очищать и обрабатывать клемму, чтобы не иметь дело с незапускающимся кроссовером. У полноприводных Captur возникает такая же проблема, как и у Duster. Лопаются гребенчатые кольца для датчиков ABS. После этого загораются все индикаторы, которые связаны с системой ABS. Так вот, оригинальных колец нет, но есть кольца как фабричные, так и мелкосерийного производства, то есть от умельцев. У нас версия переднеприводная, поэтому эти кольца мы показать вам сейчас не можем. Карданный вал в полноприводных версиях может огорчить появление люфтов в крестовинах и даже может одну из крестовин заклинить. Крестовины изнашиваются из-за отсутствия смазки, а также из-за попадания влаги и грязи. Так вот, отдельно крестовины по оригиналу без кардана не продаются только в сборе 600 долларов, но проблему можно решить в специализированных мастерских. Технология давно уже отработана. На полноприводных версиях между задним редуктором и карданом находится очень надежная электромагнитная муфта. По поводу нее беспокоиться не стоит, но некоторые любители экстремальной езды по бездорожью, то есть им удается убить ее и даже бывали случаи облома крепежных проушин на ее корпусе. Владельцы многих каптюров обнаружили, что уровень масла в заднем редукторе и в коробке передач маловат, поэтому, если машина очень свежая, то стоит обязательно долить масло. Причем, сорт масла в заднем редукторе и в коробке передач с угловым редуктором разный. Подвеска у Renault Каптюр очень надежная, как и у Duster. Собственно, она у Duster и заимствована. Втулки и тяги переднего стабилизатора служат примерно 100 тысяч километров, а стоят по оригиналу всего 9 и 20 долларов соответственно. Передние подвески по одному рычагу на каждое колесо. Вот эти вот рычаги с приклепанными шаровыми служат примерно ориентировочно 100 тысяч километров. Стоимость их за последнее время возросла буквально вдвое – 140 долларов. Но можно купить еще и неоригинальные шаровые, чтобы их установить на болты с гайками. За амортизаторами передней и особенно задней части надо пристально присматривать. Нередко они сильно запотевали еще в гарантийный период. А вот полуоси ходят по 150 тысяч километров. В общем, с Каптюром не расслабишься. Его базовая версия с 1 6-литровым двигателем и вариатором может заменить Renault Megane. Но все-таки эти машины с вариатором стоит придирчиво диагностировать перед покупкой и откладывать кругленькую сумму на ремонт. К версии 2-литровой с МКПП вообще никаких вопросов нет. Но не каждый будет покупать городской кроссовер с механической коробкой переключения передач. А с четырехступенчатым надежным автоматом этот автомобиль ощущается вялым. Обновленный Каптюр с турбомотором и вариатором – это темная лошадка. Вариатор рано или поздно попросится на ремонт, а турбомотор надо баловать хорошим маслом. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok